здорово игроманьяки с вами снова джейсон это канал true money games игра от настоящих маньяков и сегодня хотел поделиться с вами впечатлениями от увиденного ролика call of duty just демонстрация мультиплеера сейчас запущу ролик и буду комментировать по ходу дело чего нам тут предлагают эта категория 17 с плюсом собака без комментариев и первое на что обращают наше внимание это костюмизация наших солдат эта фишка абсолютно не нова она появилась еще в black ops первом в модерн вафар по моему и убрали я точно не помню но по моему убрали на фишка без по без вопросов нужная но ничего нового эта функция несет себе абсолютно ну и хотел бы обратить ваше внимание на окружающие текстуры да и в целом модели игрока но это движок устарел принципе морально и ребята из activision мучают этот движок уже на протяжении где-то 6 лет постепенно вынося в него какие-то улучшения по их заявлениям и когда нам сказали что в клубе джоз используется новый движок си и конечно обрадовались но после просмотра геймплея все понятно стало снова что ребята из infinity ward используют те же наработки что и были у них раньше и ничего нового нам не предлагают это печально и это позор зарабатывая такие деньги можно было бы уделить внимание улучшения графического движка и нанять более талантливых людей которые знают свое дело так как это делает дайс ну я же не могу сказать что я это мыска не фанат battlefield но все-таки в батле изменения они видны так как в call of duty это из года в год одно и то же мыльное кинцо и снайпер убивает человека в яйца сидя вертолете эта фишка тоже используется black ops первым но там чувак сидел за пулеметом вертолете так что опять же ничего нового но немножко переработали build your squad соберите свой отряд неужели в call of duty наконец-то появятся отряды это действительно что-то новое раньше этого не было никогда но как это отразится на игровом процессе неизвестно дробовики как всегда рулят взрыв взрыв выглядел как он выглядел год четыре назад так он собственно и выглядит текстуры взрыва просто не вызывает никаких эмоций интересный момент чувак сидит за вывеской с помощью 4 это вывеска разносится нахрен это уже намек на то что нас ждет система разрушений наконец-то в call of duty доросли до того чтобы можно было усовершенствовать систему разрешения взаимодействовать уже непосредственно с объектами на карте но я думаю что к этой системе разрушений будет относиться ограниченное количество объектов на карте и вы не сможете разносить здание в клочья все ломать системы собственно даже и в battlefield это не реализовано на все сто процентов но они кстати к этому движется я думаю в battlefield 4 будет поинтереснее с этим вопросом но здесь пока мы видим что чувак разнес вывеску на магазине и убил другого чувака подкаты привет от black ops а и вот стол падает на машину это тоже одна из фишек взаимодействие изменения окружающего мира я считаю что это исключительно скриптовая вещь то есть машинам всегда стоит под столбом и если вы вдруг происходит какой-то взрыв или а но тут демонстрирует нам землетрясение то что из-под земли какие-то объекты возникают и вот последствия сейсмической активности падает столб на автомобиле это естественно скриптовая вещь и я не думаю что вы наверное даже смазы сможете взаимодействовать с этим столбом да и с этим автомобилем тоже наверное нельзя будет взаимодействовать потому что иначе весь замысел окроется медным тазом гораздо интереснее было бы на мой взгляд использовать ну допустим если вот выбор шмальнули под тачку с гранатомета она могла бы взорваться сделать там тройное сальто и это выглядело куда гораздо круче нежели падающий столб на автомобиль но поскольку в инфинити вард видимо хреново с фантазией они догадались только до этого артиллерия куда-лиже без неё из изгнации пушек а вот интересный момент похоже что это ядерный взрыв но почему-то парень остался жив стоя на грузовике сверху я надеюсь что вернут ядерный взрыв в call of duty за kill streak 30 был бы очень прикольно а то я уже по нему соскучился dragon fire dragon fire блин уже давно присутствует в call of duty это ничего нового но теперь он стреляет не пулеметом а этим посолен гранатометом грубо говоря разрывные снаряды и это называется все для нубов теперь надо целиться надо рядом просто пальнуть и все умрут как удобно еще сдает за использование dragon fire давали по 100 очков это в насильно одному фрагу это очень страшно на самом деле потому что теперь нобы будут набивать серию гораздо быстрее падающий лифт падающий лифт это очень круто это расширение возможностей взаимодействия с внешними объектами в окружающем мире это прикольно потому что в этом всегда было туго в call of duty с этим всегда было туго а сейчас нам где нас любит супер ракетница который выпускает два наводящихся снаряда и летят они в одну цель почему-то но это опять чтобы показать что если ты спрятался в автобусе который стоит на краю обрыва будь готов к тому что этот автобус упадет с этого обрыва и тебе настанет каюк что же это прикольно но сама пуха меня не впечатляет какой-то новый вид коктейль молотова смесь с гранатой что-то очень бабахнул зажглось и чувак помер но лучше по он сгорел заживо это было бы зрелищнее тем более рейтинг и так 17 с плюсом а горящие блин кричащие трупы это так прикольно мини-ган твою мать и блин это любимая фишка походу стал последних трех лет ходить бронированным чуваком с мини-ганом и сносить все что видишь на своем пути нам показывают канайфраннера интересно будет ли работ диверсант но судя потому что чувак стоял чуть левее от его прицела этот притянулся к нему как и оказался строго перед ним перед канайфраннером видимо диверсант все-таки работать будет они хотя бы разнообразили движение убийства с ножом то есть персонаж уже как-то ведет себя немного по-другому они тупо падает там в конвульсиях снайпер сносит канайфраннера взрыв заваливающийся бензоколонка это очень круто это опять же взаимодействие с внешним миром и изменения каких-то элементов этого самого мира то есть стоялся колонка никого не трогал а потом бух-бах там и завалилась крыша и уже ландшафт немного выглядит по-другому и можно эту крышу как-то использовать как укрытие или как-то еще это плюс несомненно и в конце концов нам демонстрируют женских персонажей наконец-то в call of duty появились женские личики и но я не фанат принципе женских персонажей поэтому восторг не выявляю но наверняка какие-нибудь задроты или молодрочеры будут использовать девчонок и после того как надругается над вашим трупом будут еще и хитничать в лобби якобы вас победила девчонка как вам не стыдно и так далее там подобное с другой стороны прикольно наверно слушать их визги крики как они дохнут от наших с вами пуль и вот мы видим такую замечательную надпись call of duty джоз она выходит 5 ноября 13 года но и в целом впечатление но я ничего не ждал в принципе нового от части к серии call of duty потому что инфинити варт они уже на протяжении которого года делают одно и то же путем копипаста и people have it и школьники покупают и чё там кривить душой да я покупаю каждую часть хотя честно говорю что нет я не буду покупать честно не буду не буду не буду ну а потом быть может задержкой в месяц равно еду и покупаю ну потому что все-таки весело доиграть особо не в чего все-таки до уровня call of duty единственное доросла и переросла я считаю battlefield дайса ребята молодцы радует нас все-таки каким-то изменения более заметными нежели это делает серия call of duty а вот помимо этих двух шутеров достойных шутеров то у нас коммерческих то и нет единственно что пораду мне это изменение взаимодействия с окружающим миром вот эти и ландшафтные изменения какие-то происходят происходит на карте это интересное решение но спорное решение конечно насколько примут это игроки тоже неизвестно но в целом неплохо по графике все то же самое все ужасно и печально я смотрю по набору пушек и специальных там серий мало что изменилось но естественно опять облегчили облегчили жизнь нубом и теперь и нобы будут набивать серию быстрее и будут бесить ребята которые умеют играть возьму под ствол или вызовут dragon fire там за четыре кило который будет всех размачаливать опять же из под ствола ну в общем не весело это совсем никак вот ну в целом что колу дюйте как колу дюйте ничего особенного с вами был джейсон канал true money games если вы не разделять мое мнение мне вообще абсолютно насрать а тем кто разделяет подставит пускай лайки будет очень приятно мне но прохождение колу дюйте естественно будет в ноябре компания будет пройдена в кратчайшие сроки при заказ считаете уже оформлено все будет хорошо все будет замечательно ну и про батлу тоже не забудьте а в по в общем в ноябре в конце ноября будут стримы и battlefield и этого полу дюйте самого когда с канал снимут ограничения за нарушение правил на же плохие парни мы нарушаем правил показан порноху и нас банят на ютюбе короче до новых встреч господа с вами был джейсон я повторяюсь в десятый раз не забывайте что канал true money games это игры от настоящих маньяков поэтому подписывайтесь ставьте лайки и смотрите ссылки в описании там до хрена всего пройдено пока удачи 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 удачи